Тёмные очки и маски на всё лицо. Кто эти люди, не должен знать никто, кроме их командиров. Их главная работа – в любое время года, в любую погоду незаметно оказаться в тылу противника и выполнить поставленную задачу. И хотя работают они и на земле, и на воде, и под водой, их главная стихия – небо. И поэтому их называют воздушный спецназ. Ну что, товарищи предстоитники, никто, кроме вас, в нашей сегодняшней программе участвовать не будет, потому что это ваш день, ваш праздник. И то, что вы увидите сегодня, такое прежде вам не показывали ещё никогда. Только в этой программе и только зрители телеканала «Звезда» узнают, как русский десант покорил все четыре стихи. Землю, воду, воздух и огонь. Мы впервые покажем новый подводный аппарат десанта. И расскажем про новый подводный автомат, над созданием которого работает лично командующий ВДВ «Шаманов». Но это будет струковое оружие для решения задач боевых пловцов. Специально для вас мы поедем в Курган, и вы увидите секретный цех. Топят прямо на производстве. Где создаётся и проверяется новейшая техника для ВДВ. Так близко широкой публике её не показывает ничего никогда. Болевая машина десанта на подъёме. Вот это номер. А ещё вас ждут гонки на новых квадроциклах на Земле. И массовый заплыв бронемашин на воде. Прыжки на крышу движущегося грузовика с воздуха. И, наконец, откровенное интервью командующего ВДВ. Везде доберёмся и везде достанем. Только сегодня вы услышите, что он думает о конкурентах из-за океана. Много им говорить нечего, но они не дождутся. И, самое главное, о своих бойцах-десантниках. Никто, кроме нас. Слава ВДВ. В этом фильме про десантников не будет ни фонтанов, ни кирпичей, ни бутылок о голову. 85 лет – это серьёзный возраст. И само понятие ВДВ – это куда серьёзнее, чем вы думаете? Сейчас вы, если просто не всякий вы начальник на планете, решите сказать, а глава ВДВ может. Начну с предела. Пределы нам определяет Верховный Главнокомандующий. Если кто не понял, что это не шутки, генерал-полковник Шаманов добавляет. Какое будет указано в боевом распоряжении президента. Нет таких точек на планете, куда не доберётся эта бригада. Везде доберёмся и везде достанем. Как он надо. В этом «везде доберёмся» – главное слово «везде». Много ли вы знаете воинских подразделений на земном шаре, бойцы которых могут работать и на Северном полюсе, и в пустыне, и в горах? Но нет такого континента, где эти вежливые люди не сориентируются на местности. И не обязательно их пришествие будет выглядеть как на учениях, когда тысячи парашютов застилают небо. Но десантники могут работать и в одиночку, причём так тихо, что просто страшно становится от этой звенящей тишины. По факту для чего используется? Ну, например, кого могут врачи, ещё кого могут перебросить? Да, правильно. Можно специалистов, физиков, ядерщиков доставить в зону непосредственно, куда нельзя будет доставить другим транспортом. Самолётом, вертолётом, не имеющих посадочных площадок в середину, в глубину леса. Либо в какой-то другой пункт, куда не ходит никакой транспорт. И, как я понимаю, в отличие от бойца, который в данном случае управляет, вот этот человек, которого подвесили, это может быть, условно говоря, немощный старик, и человек, который, ну и ребёнок. Вовсе не обязательно для этого иметь какую-то физическую подготовку? Нет, не обязательно. Нужно быть просто специалистом, особо ценным, которого нужно доставить. Нужную точку. И хотя этот пример заброски физиков, ядерщиков в лес гипотетический, поверьте, всё это недалеко от правды. Неслучайно именно для таких тихих рейдов, специально для ВДВ, разработали абсолютно новый вид парашюта. Это первый управляемый парашют, взятый на выражение ВДВ. Да. Как называется? Арбалет 1. В чём его отличие от предыдущего? Он перемещается по горизонту в разных направлениях, так как управляет десантником. То есть я в нём могу не только падать, но и двигаться вперёд? Да, в любом направлении, каком хотите. А теперь представим эту ситуацию на местности. 50 километров – это очень много. Это значит, что самолёт сбросил десантника где-нибудь на одной стороне Москвы, а приземлился он на другой. Там, где даже шум самолёта, никто не слышал. Вот так сидишь в офисе на работе, а тебе на крышу бесшумно садятся люди с автоматами и гранатомётами. Задержка 5 секунд. Пошёл. Здесь пошёл. 501, 502, 503, 504, 505. Кольцо. 506. Закрутка стром. Пытаюсь раскрутиться. Оставаю рву и себя. Раскручиваю тело. Скушиваю. Раскрутился. Прокачиваю. Замоцепка до самого конца. Контроль высоты до отцепка. Робрость его. Прокачал. Смотрите на это. Перед собой. Лево, право. Развернуться против него. Резаем сердце воздушной десантки. Вот именно здесь. Будет дать сопривляться. Зачем выставить? Выставить. Вот он. Высший пилотаж. То, что вы увидите сейчас в России, не делал ещё никто. Итак, сейчас будет проверка десанта на ювелирную точность приземления. Нам дано автомобиль КамАЗ и его кузов размером 2 на 4 метра. Так вот, сейчас на этот, обращая ваше внимание, движущийся кузов приземляется. Парашютист десант, мне кажется, он летит нам на голову, но нет. Он приземляется чётко в заданной точке, сбрасывает парашют. Обратите внимание, он его не укладывает, а сбрасывает. Самое главное, вовремя достать автомат и подготовиться к тому, чтобы вести огонь. В этот момент мы ждём приземления ещё одного парашютиста. Вот он подлетает на наш. Обращаю внимание, повторюсь, движущийся КамАЗ точно так же сбрасывает парашют. Он его не складывает, он его выбрасывает. Зачем это делается? Для того, чтобы как можно быстрее достать автомат и подготовиться к ведению огня. Вот бойцы достают автомат и сейчас к нам приземляется ещё один. Давайте пробуем, пробуем. Приземляется на кузов движущегося КамАЗа третий десантник. В данном случае уже мы немножко запутали ситуацию. Обращаю ваше внимание, не один человек, а целая группа уже села на КамАЗ. И вроде всё или ещё кто-то к нам должен приземлиться? Скептики скажут, чего тут необычного. Спортсмены-парашютисты уже совершали такие прыжки. Но, во-первых, ну кто кроме них выполнит этот номер не в одиночку, а целой группой. Тем более в тяжёлом весе. В отличие от спортсменов, десантники прыгают в куда менее удобном обмантировании. На голове у них каска, на плече автомат, на груди разгрузка с патронами, гранатами. Более того, они прыгают ещё с грузовым контейнером. Что там? В моём грузовом контейнере УККПС-50 предполагается вооружение и снаряжение необходимо для выполнения задачи. Вес какой? 50 килограмм. Будешь прыгать? Да. Мы уже говорили, что в другой ситуации на месте контейнера может быть и человек. Тот же физик-ядерщик, а может секретный агент или, например, журналист. Ну, надо сказать, что висеть в этой позе достаточно удобно. Можно даже достать телефон, писать смс-ки в полёте, ориентироваться, следить за картой, например, с навигационными приборами. Единственное неудобство в таком тандеме – чувство абсолютной зависимости от спецназовца-парашютиста и неприятные мысли о том, что рано или поздно, но вас ждёт удар о землю. Тут и с полутора метров страшно падать с тандемом. А что, если летишь с расстояния в полтора километра? Как будет проходить приземление? У меня есть ощущение, что я всё-таки первым ударюсь. Вот для этого пассажир поджимает ножки к груди, сводит их так точно, и опытный инструктор просто вас сажает на свои ноги, вы приземляетесь мягко и ничего не чувствуете. Вы лично с арбалетом прыгали? Прыгал. Я скажу, что в результате того, что я сам совершил прыжок, мы внесли некоторые изменения в конструкцию, и появилась возможность более гарантированного срабатывания, вступления в работу основного купола. В десантных войсках давно так вывелось, что командующий ВДВ – это не генерал, который отсиживается в штабе, а командир, который всё проверяет на себе. Сейчас Владимир Шаманов лично работает над созданием нового вида подводного оружия. А вы сейчас говорили, что вы занимаетесь созданием какого-то подводного оружия. Это вы лично занимаетесь? Я лично, а с коллективом своих единомышленников. Что это будет за оружие? Ну, это будет стрелковое оружие для решения задач в ближнем бою, боевых пловцов. Дело в том, что на вооружении нашей армии давно стоит и подводный пистолет, и подводный автомат. Но как человек, который лично стрелял под водой и из того, и из другого, могу сказать, что самое сложное в такой стрельбе – попасть в цель. Даже с расстояния в 10 метров задача непростая. Ещё одна проблема – подводный автомат малоэффективен на воздухе. Так появился АДС. Автомат двухсредный специальный, который стреляет и под водой, и над водой. И вот тут возникает вопрос, а что дальше в подводном оружии хочет усовершенствовать генерал Шаманов? Какая-то секрет? Это будет пистолет-автомат, это что-то будет. И то, и то. Что касается обычных автоматов, то и тут у командующего есть распредложение. Вот, например, стандартная проблема. Стреляешь из автомата и не знаешь, сколько патронов осталось в рожке. Оказывается, решить эту задачу совсем нетрудно. Я уже промышленностью говорю. А почему вы не делаете прозрачные магазины? Тут понятно. Да, чтобы было понятно. Вот оно видно. Даже такие элементарные вещи. То есть нет пределов совершенствования. И этим делом надо заниматься. Впрочем, вернемся к подводной теме. И хотя новое оружие пока засекречено, и показывать нам его не стали, зато специально для нашей программы Министерство обороны сделало исключение, и мы попали в один из тренировочных центров, где десантников обучают технике ведения подводного боя. Локу поднять. На плечо. Шагом марш. Со стороны может показаться, что инструктор превышает свои полномочия, отдавая команду поднять его наверх вместе с лодкой. На самом деле своим весом в 100 килограммов он заменяет и технику, и оборудование, которые в боевых условиях должны находиться внутри. Силовая подготовка, сплочение командного духа и, конечно же, тренировки под водой. Здесь, на специальном полигоне, будущий спецназ учится работать с новейшими аквалангами. Их только-только рассекретили. Несмотря на то, что аппарат довольно-таки компактный, и на первый взгляд кислородный баллон кажется тоже небольшим, обеспечивает работу водолаза под водой 4 часа. Но главное даже не то, что водолаз может находиться под водой долгое время, он при этом не оставляет практически никаких следов своего пребывания. Амфора – система замкнутого цикла, не единого пузырька врагу. На данном учебном месте мы сейчас отработаем сборку аппарата для проведения рабочей проверки перед выходом его в воду. К рабочей проверке приступить. Поглотительный патрон с веществом в аппарат. Стопорное кольцо. Резиновая прокладка. Дыхательный мешок на аппарат. Клапанная коробка. Кислородный баллон присоединяется к аппарату. И вот таким образом мы уходим на воду. В учебном центре с каждым курсантом работает инструктор. Так же и в бою. Только вместо инструктора там будет такой же десантник. Вот туда залево. После того, как водолаз подошел к береговой черте, на него одевается сигнальный конец, для того, чтобы мы контролировать, где он находится. То есть по этому сигнальному концу мы подаем ему условные сигналы. Если, например, дернуть раз, он должен ответить так же, значит, с ним все в порядке под водой. Если дергаем три раза, значит, водолаз должен подняться на поверхность по команде командира спуска. Пока будущий спецназ ВДВ называют скромно инженерная разведка. Сначала курсантов учат разминировать или наоборот, закладывать взрывчатку под водой, готовить переправу. И только после этого переходят к технике подводного боя. Основные приемы этой подводной войны строго засекречены. Дело в том, что главный талант в борьбе с вражеским подводным диверсантом в том, чтобы суметь перекрыть ему кислород. Для этого десантникам, среди прочего, объясняют устройства дыхательных аппаратов, которым пользуется потенциальный противник. А теперь давайте посмотрим на подводных конкурентов из других армий. Вот, например, американцы, англичане, французы. Это спецназ одной из азиатских стран. Первое, на что обращаешь внимание, работают все эти группы в абсолютно прозрачной воде. Чего нет и в помине, в рязанских лесах, где на дне и взвесь, и ил, где видимость порой измеряется сантиметрами. И если научился в этой мутной воде и плавать, и воевать, и ориентироваться, то уж в прозрачной и вовсе не будет никаких проблем. Теперь понятно, почему командующий десантными войсками генерал Шаманов считает своих бойцов лучшими в мире. Даже вот в советское время проводимые соревнования обводовая всегда контактировала с ведущими армиями мира. Даже солдаты-срочники всегда наголо лучше были по выносливости, по приспособленности к бою. Поэтому мы сохраняем все лучшие традиции русского воинства. И наши десантники сегодня лучшие в мире. И дело не только в людях, но и в технике. В свои 85 воздушно-десантным войскам есть чем похвастаться. Напомню, именно наши, российские, а точнее еще советские десантники первыми в мире отработали технологию выброски бронемашин из самолета. Мы уже показывали, как из грузового самолета за 15 секунд влетают сразу три таких машины. Что ж, теперь мы проверим эту технику на воде. В заплыве участвуют от пехоты БМП-3. Вот она, первый входит в воду. От ВДВ бронетранспортер ПТР-МД. Или ракушка, как ее еще называют создатели. Ну и, наконец, БМД-4. Бронированная машина десанта. Самая современная из всех российских десантных бронемашин. Что ж, именно на нее мы и садимся. Ну давайте сейчас попробуем преодолеть. Так, водитель сандраивает свой люк. Это, честно говоря, наводит на дополнительные, не очень спокойные мысли. Но с нами БМП-3, поэтому мы спокойны. Вот если взять вот эти три машины, БМП-3, наши десантные, и ракушка, какая из них самая плавучая? Я думаю, БМП-3. В ДУР надо пояснить, что западные водоплавающие аналоги передвигаются по воде за счет вращения гусениц. Соответственно, любое течение для них представляет опасность. Где такая машина выйдет на берег, одному богу известно. А вот наша техника оснащена мощными водометными движителями. Работает два водометра двигателя. Два водометра движителя. Выпускают БМД-4 в Кургане. На Курган-Маш-Заводе. Сначала собирают корпус из сверхпрочной, при этом очень легкой стали. Сваривают его. После этого навешивают оборудование. И только после этого проверяют и герметичность. А теперь, товарищи десантники, ходите посмотреть, как проверяют каждую, повторюсь, каждую уходящую у войска боевую машину десанта. Ведь вам в ней плавать. Значит, что с ней делают? Правильно. Топят прямо на производстве в огромном трехметровом техническом бассейне. Причем не просто топят, а еще включают сверху тропический ливень. Таким образом, снизу волны подбывают эту машину в районе днища. А сверху капли и струи проливают ее по всему периметру. И весь этот процесс длится не одну, не две, а несколько минут до тех пор, пока машина не промокнет так же, как и я сейчас. А тем временем там, внутри сухости и комфорта работает военпред, который следит за тем, чтобы ни одна капля этого тропического дождя не проникла внутрь. Сейчас я прошу организатору дождя прекратить проливание. Я погружаюсь к военпреду, а машина продолжает погружаться вниз. Что тут у вас? На какую глубину будем погружаться? На конкурска боев. То есть она будет плавать сейчас? Да. Все, 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 все. Попытания воды нету. Абсолютно. БМД-4М настоящий эволюционный скачок в линейке бронированных десантных машин. Она и с парашютом летает без проблем, и плавает на воде, и с вездеходными качествами у нее все в порядке. И вот теперь плюс к этому всему, она еще стала на шаг ближе к танку. Какие возможности у этой пушки? Пушка способна поражать цели на расстоянии до 7 километров. Я так понимаю, что у десантников впервые появилось такое мощное орудие, ну фактически как у танка, калибр какой? 100 миллиметров. Что еще здесь есть из вооружения? Также на вооружении есть 30-миллиметровая пушка и три полиметра. И с точки зрения суммарного вооружения для десантников это тоже абсолютный рекорд. Да, это абсолютный рекорд. Чтобы так много боезарядов было на одной машине, такого раньше не было никогда. При этом она легкая, еще сваливается с неба. Когда в войска пойдет эта машина? Первая партия уже поступила в войска, остальные уже находятся в производстве. То есть в ближайшее время это будет главная машина десанта. По нашей просьбе БМД-4 открывает огонь из той самой, по сути, танковой пушки. Что ж, производит впечатление. Интересно, а что думает про эту машину ее главный заказчик? Нравится ли ему техника? Мне очень нравится. Не случайно я его отстаивал последние пять лет. Шаманов объясняет, весь потенциал этой машины до сих пор не раскрыт. Более того, уже в ближайшее время появится роботизированный вариант БМД-4. И тогда, во время самых яростных атак, десантники-люди смогут оставаться в безопасном укрытии, откуда будут управлять этим десантникам-роботам. В идеале, боевой модуль БМД-4М транспортирует подвижный, отделяемый, необитаемый модуль, который при определенных условиях, управляясь оператором, либо изнутри боевой машины, либо из-за ее пределов, способен отделиться от основного боевого модуля, подойти, сблизиться с объектом, по которому надо решить какое-то действие, сделать эту задачу и отойти на безопасное расстояние. Вообще, в последнее время БДВ заметно меняет свой автопарк, пока никто, кроме них, не получил в свое распоряжение, например, боевые квадроциклы. Из того, чего еще нет на вооружении нашей армии, но все об этом мечтают, это новый армейский квадроцикл с креплением под пулемет. Между прочим, на 100% сделан у нас в России. Планируется, что эта машина будет использована воздушно-десантными войсками для разведки в тылу врага. Вместе, внимание, с десантниками, мотоциклистами. Вот это вот второй продукт, который мы тоже поставляем в Министерство обороны примерно с мая 2015 года. Он разработан для перевозки мобильной группы из двух человек, которая перевозит малое вооружение. Те, кому удалось побывать на выставке «Армия-2015» этим летом, могли своими глазами увидеть новейшую технику ВДВ. Разработчики уверяют, за боевыми десантными квадроциклами большое будущее. Стоят они недорого, десантируются легко, проходимость и скорость отменные. Правда, это летний вариант разведки. А если десантирование будет на Северном полюсе, что тогда? Тогда меняем камуфляж на полярный и садимся на другого зверя. Этот снегоход, он выдерживает температуру на режим от плюс 50 до минус 50. Здесь дополнительно под капотное пространство, давайте посмотрим, значит, установлена система охлаждения, дополнительный к двигателю 551-го с водяным охлаждением, производство тоже русской механики. Это отечественный двигатель, это топливный бак. Пуля затягивается, то есть при попадании, значит, пули, топливо отсюда не вытекает, он самозатягивается. Кроме этого, из новой нетрадиционной техники десантные войска применяют на себя снегоходы с кабиной. Вот оно, главное свойство этой машины. На улице минус 20, а здесь в инпред не даст собрать сколько? Плюс 20. Плюс 20. Дельтапланы с моторами, кстати, их уже опробовали на Новосибирских островах. И стреляющие беспилотные аппараты, их вид пока еще засекречен. А вот что касается менее секретного будущего, то это мечта о новом десантном автомобиле. Мы сейчас формируем вместе с КАМАЗом новую идеологию защищенного автомобиля Формулы 4х4. И нам не нужен просто модуль для перевозки личного состава, даже несмотря на то, что эти задачи будут решаться разведывателями, специальными подразделениями. Военная приемка уже рассказывала о тех бронемашинах, которые КАМАЗ выпускает для армии. Защищенные от крупнокалиберного пулемета и от взрывчатки. Полностью компьютеризированные и для управления, и для стрельбы. Эти броневики на колесах совмещают в себе функции и вездехода, и гоночного грузовика. Казалось бы, ну всем хороша эта бронемашина, но десантники хотят, чтобы она еще и летала. И вот еще одна хорошая новость для тех, кто еще думает идти в десантники или нет. Начиная с этого года, в Китале будет работать своя аэродруба. Мы решили на себе опробовать, каково это, вылететь в трубу. Главное преимущество тренажера свободы попадения, так официально называют аэродрубу, отсутствие серьезных рисков. По сути, всего в нескольких метрах от земли любой новичок может научиться всему тому, ради чего раньше нужно было поднимать воздух, как минимум вертолет. По вашим понятиям, с какой высоты я прыгал? Как минимум 4 тысячи метров. За это время вы бы пропадали 3 тысячи метров, раскрылись на высоте тысячи и совершили бы приземление на заданную площадку. То есть, получается, для этого и нужно, что аэродруба заменяет... Точно, заменяет минуту свободного падения, в вашем случае. В случае парашютистов-десантников, они будут тренироваться не одну минуту, а намного больше. Сами можете посчитать, час тренировки в аэродинамической трубе может заменить 60 прыжков с парашютом. 60 прыжков. Соответственно, в разы снижается риск при совершении прыжков. А там вот я летал, у меня такая была как бы закрепленная позиция. А у вас вы будете какие-то там другие позиции отрабатывать? На самом деле, задание, которое выполняли вы, было наиболее простым. Это предназначается для начинающих парашютистов, которые до этого еще не осваивали навык освободного падения. Надо признаться, для меня этот полет был скорее увлекательным приключением. Десантники же будут проводить в этом тренажере по нескольку часов. И опять же, в отличие от любителей спортсменов, им придется приходить на эти занятия, облачившись в полный боекомплект. И ладно бы только каска и бронежилет, они хотя бы не болтаются в полете. А ведь еще есть оружие. Вот я сейчас падал, представляю, у меня более-менее обтекаемый костюм, кроссовки. Вы-то будете с гранатометом, с автоматом. Да, представьте, на нас будет очень много вооружения и снаряжения. И труба аэродинамическая позволяет нам безопасно, без риска для жизни выполнить эту задачу. То есть вы вот это все будете делать и с гранатометом, и с автоматом, и в Берксах? Да, чтобы в боевых условиях это все получилось. Тренажер нужен и для того, чтобы готовиться к длительным полетам с больших высот. Помните, мы говорили, что десантники по 50 километров пролетают на своих парашютах? Так вот, и это еще не рекорд. Сейчас командование ВДВ закупает специальные дыхательные аппараты для работы в атмосфере разряженного воздуха. И тогда можно будет подняться на такие высоты и бесшумно летать на такие расстояния, которые пока засекречены. Но ясно, что это явно больше 50 километров. Впрочем, 85 лет назад и враг был другой. Первая парашютно-десантная группа сражалась с басмачами в Таджикистане еще весной 1929 года. Правда, официальной датой создания ВДВ все же считается День учений Московского военного округа, которые прошли 2 августа 1930 года под Воронежем. Тогда, 85 лет назад, это были просто парашютисты. Сегодня бойцы воздушно-десантных войск – грозная сила. Особенно, когда они собираются вместе. Командир начался, чтобы упал в стольчике, закладывается. Готовы! Кирки башен, самолет расседает в отрус-бон! Стоп! Стоп! А вот так начинаются самые большие в нашей стране учения ВДВ. Более 20 самолетов собираются в единую колонну в небе над Рязанью, для того, чтобы потом начать десантирование. А где? Вот это секрет. Это зрелище производит впечатление. Огромные грузовые самолеты выстраиваются в одну колонну и идут хвост в хвост. А дальше включается сирена. А потом, как в песне, и теперь нашлась нам в небе работа. Наполняем синевой парашюты. Понятно, что на такие масштабные учения берут технику, проверенную годами. И все-таки кое-что новое в этот раз было. Вот, например, в этом контейнере летит квадроцикл. Дальше вся эта армия приземлится и каким-то совершенно непонятным образом растворится в полях и лесах. Десантный полк десантированный в сборной площадке приземления завершил. Продолжил выполнить ближайшую задачу. Командир полка, полковник Еремин. Помимо российского командования, за самыми большими в России десантными учениями пристально следят и на Западе. Ведь и без того, понятно, если дело дойдет до вооруженного столкновения, вся эта армада в считанные часы окажется там, где надо. Помните, что сказал главком ВДВ? Визу нам не нужны. Куда определить, главнокомандующий? Туда и прилетим. Чтобы все понимали, что это не шутки, генерал Шаманов разъясняет. Старт состоится в любую погоду и в кратчайшие сроки. Не случайно в составе ВДВ есть специальные группы, о существовании которых не знает почти никто. Эти люди круглый год живут по особому графику в режиме 24-часовой готовности. Они в отпуск уходят по особому графику. Они укомплектованы только военнослужащим по контракту и лучшими офицерскими кадрами. Это настоящая элита внутри элитных десантных войск. Они самостоятельно могут действовать в течение месяца. Не выживать, а жить и решать стоящие перед ними задачи. Сколько раз свой статус, никто кроме нас, десантники подтверждали в бою. Новейшая история. Афганистан. 10 лет с 79-го по 89-й. Количество погибших в той войне уточняется до сих пор. Но несмотря на потери, боевой опыт, полученный тогда, просто бесценен. Именно с того времени во всем мире знают русский десант – грозная сила. Молниеносный марш-бросок и захват нашими десантниками Югославского аэропорта в Пришлине 12 июня 1999 года стал шоком для руководства НАТО. Все попытки вернуть воздушную гавань силовым путем тогда провалились. И все потому, что всего-навсего 200 русских десантников смогли несколько дней противостоять армии Североатлантического альянса. Ну а потом был 2008 год. Осетия и Грузия. Хочу сказать, что самым таким ярким примером может служить, наверное, пятидневная война. Вот если бы в России не было воздушно-индесантных войск и накопленного опыта первой и второй кампании, там мог конфликт действительно разрастись. И только мгновенные действия на юго-осетинском направлении 76-й дивизии, а на абхазском направлении 7-й дивизии позволили создать те условия, которые привели, по существу, к капитуляции. Про них можно бесконечно говорить. Они первые. Первые высадились на Северный полюс еще в 40-х годах прошлого века. Первыми решили спрыгать с парашютом прямо внутри десантируемой техники. Они первыми приходят на помощь и, к сожалению, первыми гибнут на поле боя. Но если не они, то кто? Сегодня мне хотелось бы военнослужащих воздушно-индесантных войск, а бывших десантников не бывает, и те, кто служил, и те, кто служат, вместе отпраздновать этот замечательный юбилей. Нам есть чем гордиться, но у нас есть к чему стремиться. Поэтому никто, кроме нас, слава водовая. Поздравив своих коллег, своих братьев по оружию, напоследок командующий ВДВ передал привет и заокеанским, как он говорит, «партнерам» в кавычках. Много им говорить нечего, но они не дождутся. «Подбирай, подбирай, подбираем! Вот, молодец!» Что ж, поздравляем и мы всех десантников с праздником! И помните, в 85 лет жизнь только начинается! Редактор субтитров А.Семкин